Новая Вильня – район со специфичной репутацией. При Хрущеве здесь было построено несколько заводов и многоэтажки, куда заселили пролетариев из других советских республик. На улице практически невозможно было услышать литовскую речь, а по вот этим типичным многоэтажкам понять, что ты находишься в древней литовской столице. Советский Союз развалился, оставив здесь неконкурентоспособные предприятия и растерянных людей, потерявших и работу, и надежды на светлое будущее. Меня зовут Дайва Кучинскайте, и в передаче «Новая Вильня» 30 лет спустя я пытаюсь понять, удалось ли этому району и его жителям найти какие-то новые, позитивные смыслы своего существования за эти годы. Мое имя Дмитрий Бабушинский. Сегодня мы находимся на территории завода строительно-отделочных машин. Это один из заводов «Новой Вильня», который выпускал продукцию для строительства, для всего, ну, как бы для бывшего Советского Союза. Всего таких заводов в самой «Новой Вильне» около пяти. Это «Нерис», «Жаргерис», завод строительно-отделочных машин, с сорокалетия октября, и, может, еще… А, ну, еще винзавод. Винзавод, как ни странно, вышел. Это один единственный. Когда я был молод, то есть было 15 лет, мне довелось поработать здесь. Это был конвейер, работа была тяжелая. Я уже как бы студентом был, и мне надо было на что-то там собрать деньги. Даже не помню, ну что, по-моему, какой-то плеер. После этого я купил, это довольно такая спонтанная покупка была. Не в этом дело. Вся моя семья работала на заводе «Соркалетия» октября. Там работала бабушка, дед работал на «Жаргерисе», по-моему. Работал также дядя Володя на «Соркалетке». Потом мать работала, отец работал. Ну, то есть тут вся семья связана с этими заводами была. Все шло как бы так хорошо. Но пришел 81-й год. С моей точки зрения, когда все это только-только начиналось, вообще было непонятно, откуда появился Сайдис, откуда что. Потому что тут люди жили, они в вакууме жили. То есть был Советский Союз, все шло по накатанным рельсам. И как бы так, ну ничего не предвещало того, что где-то что-то поменяется, еще что-то. И тут на кафедральной площади митинг Сайдиса. Вся пища пишет, что Сайдис там то, тут Лансбергис то. И вот за эти три года, с 88-го года по 91-й год, появилась полная неопределенность в плане будущего того, что вся эта продукция, которая производилась вот на этих заводах, она оказалась никому не нужна, абсолютно. Даже на территории бывшего Советского Союза она была невостребована. И к чему это привело? То, что эти заводы начали постепенно закрываться. Тогда, когда вся эта неопределенность произошла, то есть, ну, пришла независимо от 91-й год, родители все, они остались без работы. То есть, ну, в один прекрасный момент работы не стало. И как вот на заводе 40-летие октября, там одно из административных зданий, оно создавалось под швейную мастерскую. То есть, многие работники, кто-то стал швейой, кто-то еще что-то. Отец, например, он переквалифицировался из электрика в закройщики. То есть, он где-то лет там 8 работал чисто закройщиком. Потому что все сферы, которые остались востребованы, это сервисы, перевозки, железная дорога, автобусный троллейбусный парк и Горюнай. Все. Больше ничего. Кто-то из знакомых уехал в Россию, кто-то вернулся в Украину. То есть, ну, откуда вот люди приезжали сюда работать. Первые уехали в военные семьи. Тоже вот имел знакомых с Антоколя, с Новымини. То есть, первые вернулись военные в Россию. Но остальные остались, и остались они как. То есть, решили, что да, надо как-то дальше жить и что-то делать. И это все было похоже на такую мини-эмиграцию. То есть, в один прекрасный момент люди ощутились в абсолютно другой стране. Я не говорю, что она чужая. Все равно здесь люди и выросли, и родились. И надо было как-то ассимилироваться. Ну, 91-й год пришел. Мои друзья также были литовцы. Я уже начал как бы так больше времени проводить в старом городе. Поменялся круг общения. Если раньше я общался только на русском, то потом, впоследствии, начал уже общаться на литовском. Через некоторое время я поступил в университет. Там был другой вызов. Там пришлось ввечать термин литовский. То есть, уже как бы то, что связано с металлообработкой, с транспортом. Это все новые слова, новые сферы. Ну, 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 куда делай. То есть, как бы человек ко всему привыкает, вливается. И теперь я как бы не вижу в этом только преимущество. То, что все поменялось, я считаю, что это прекрасно. В том доме, в котором мы жили, там было только две литовских семьи. То есть, литовский язык, он был как бы так, он преподавался в школе. Но реально в жизни он как бы так даже не использовался. Потому что вся документация была на русском, вся учебная литература была на русском. На литовском была как бы, ну, маленькая часть. И тогда, когда вся эта перестройка началась, то какое-то время еще использовалась русская литература. Теперь ее вытеснила английская. И на английском гораздо больше. Ну, так как это, ну, мировой язык, и очень много информации, которую можно подчеркнуть именно на английском. Не на русском, а на английском. И этот процесс, он как бы происходит сам собой. То есть, как вот в воду пусти, и она, ну, все равно найдет свое русло, и как бы все возвращается в то русло, в которое нужно. Меня зовут Карина, и я здесь живу уже очень давно, может, лет шесть уже в этом месте. Где-то два года сейчас уже будет. Нас привлекла речка, и больше дерева около дома. Летом здесь очень красиво, и все классно выглядит. А зимой, ну, территория не очень классная, но нам нравится очень природа летом. Так, мы это место выбрали из-за природы, и из-за этого, что мы через окна видим дерево, а не других людей. Так это был очень большой плюс для нас. Наша квартирочка, она простая, но местечко интересное. Я люблю Новую Вильнюс за то, что очень много природы рядом, и что если ты хочешь походить, у тебя всегда есть рядом лезть, есть очень красивые дорожки, и мне нравится пространство, что здесь нету так, что дом на доме стоит, а есть очень много пространства и зелени. Так вот, мне это самое лучшее. А что не нравится, так, может, архитектура? И я хотела бы, чтобы она была бы новее, может, так можно сказать, потому что сейчас это все как постсоветское, и сейчас нету там модернического дизайна. Так вот, я думаю, что этого не хватает. А так район как бы хороший. Сейчас все больше и больше молодых семей здесь приезжают, и контингент людей очень меняется, и все больше и больше молодых людей приезжает здесь. Я думаю, что Новая Вильня через некоторое время уже будет как престижный район, но нужно время, чтобы все поменялось бы, и чтобы все, что выглядит старое, как-то поменялось на новое. Чуть ниже по течению реки Вилейки находится район Ужупес, который еще недавно считался задворками, но затем пережил джентрификацию и теперь является престижным для жизни и популярным у туристов. Сможет ли Новая Вильня повторить его судьбу? Пишите свое мнение в комментариях.